Как найти занятия по душе, способные обеспечивать семью? Говорит, использовать интуиции и умение работать с ресурсами можно практически в любой области. Практически в производстве любого ресурса. Решить для себя, какими качествами ты обладаешь и через что тебе было бы интересно их реализовывать. Он говорит, что интуиция может работать в любой области и приносить дополнительный ресурс в внешней форме работы. Он говорит, что человек с интуицией, или как вас говорят, экстрасенс может работать абсолютно в любой области. И если у него работает аксессорная возможность, он может увеличить эффективность производящей работы. А кроме всего прочего, еще особым образом учиться и оттачивать некоторое мастерство. Что касается его совета к тебе как учителя, а не как какого-то прагматичного материалиста, то найди ту область, которая будет приносить тебе удовольствие. Например, кому-то нравится строить дома, участвовать в этой системе. Кому-то нравится быть в системе выращивания продуктов, в системе воспитания, в системе духовно-нравственного подъема общества, в системе реконструкции систем в более высокое качество. Областей много и практически в любой области можно выражаться. Важно то, в какой области тебе будет интересно, что будет близко твоему существу, по твоему восприятию, по твоему образу жизни, по твоим личным качествам. Он говорит, что у каждого человека есть какой-то индивидуальный вектор. Вектор, который резонирует с его особенностью индивидуальными качествами души. Какому-то человеку нравится, предположим, какой-то один цвет, а другому другой цвет. Условно говоря, профессии и все области можно разложить по этим цветам. Человек с интуицией всегда может подобрать то, что ему больше нравится, то, что ему меньше нравится, и в этой области реализовываться. А этот вектор можно найти только методом проб и ошибок или как-то еще? Первое и самое важное, нужно понять, что бы тебе нравилось и в чем бы ты хотел реализовываться. Это может касаться, в принципе, любой разумной области, которая позволяет обществу выживать и развиваться. И для себя ты должен найти то, что тебе больше бы нравилось, что бы приносило тебе удовольствие. Он говорит, когда и твоя работа, и твое увлечение становятся одним, ты перестаешь создавать меньшее количество механических усилий. А те усилия, которые ты создаешь, они в большей степени приносят тебе творческий прецедент для реализации. То есть сопротивление, которое ты получаешь при обучении, оно пробуждает тебе желание реализовываться, а не дискомфортное ощущение от борьбы. Он говорит, что касается метода проб и ошибок, тут можно просто разобраться в себе, посчитать свой потенциал, обратиться к специалистам, которые в какой-то области, например, могут тебя сориентировать. Есть какие-то вещи, которые ты до конца не знаешь, но ты можешь понимать свой потенциал и свои сильные стороны, свои умения. И можно прикинуть, где твои умения, например, имеют спрос, где их было бы целесообразно реализовывать. Где-то это, возможно, больше, а где-то это меньше. Может ли мне, например, астрология помочь в этом? Он говорит, тебе может помочь в этом и астрология, и психология, и люди, которые занимаются профессиональной ориентацией. Он говорит, есть такой простой способ, ты прописываешь все направления человеческой деятельности, которыми люди занимаются, и осмысливаешь, интересно ли тебе этим заниматься, и какую нишу ты хотел бы там занять. Он говорит, что все, чем тут занимаются люди, можно разделить на какое-то количество, условно говоря, профессий и направлений. Каких-то основных хотя бы. Когда ты выбираешь среди основных, ты можешь найти себе более узкий вектор. Когда ты находишь более узкий вектор, ты можешь найти для себя конкретную нишу. Тут нужно разобраться с собой. Ты можешь пойти к астрологу, к психологу, но какую-то работу придется делать лично. Он говорит, есть еще такая ситуация, когда ты приходишь на вашу биржу труда, ты можешь посмотреть, какой профессиональный ресурс нужен обществу для использования. И выбираешь для себя из этого ресурса то, например, то, что тебе больше подходит, что является в большей степени твоим. Он говорит, самый простой способ. Он говорит, ко всему можно отнестись творчески. Он говорит, что жизнь всегда это поиск. И важно в этом поиске не идти на компромиссы своей совестью. Он говорит, что во всякой работе, во всяком проявлении есть какая-то часть работы, которая является в какой-то степени дискомфортной и механической. Но когда ты нарабатываешь определенное умение этого механизма, дискомфорт становится все меньше и меньше. Старайтесь всегда выставлять для своей деятельности, для своего пути правильные векторы. И периодически останавливаясь, проверяйте, в правильном ли вы направлении его движущей, и можно ли его еще улучшить. Если вы это делаете, то вы обретаете возможность в вашей жизни все время что-то улучшать. Он говорит, что эволюция всегда так. Если ты останавливаешься и переосмысливаешь, у тебя есть возможность потенциально сделать шаг наверх, а не шаг дальше по кругу. Стремись всегда дать тебе возможность сделать шаг наверх, а не просто шаг по динамике по кругу. Потому что круг заканчивается, и все равно приходит время принимать решения о чем-то большем и переосмысливать опыт. Всегда думай о том, что есть шаг наверх. И что нужно сделать, чтобы твои поступки, твоя деятельность была шагом наверх, а не дальше шагом по кругу, пусть даже с большей скоростью. Переосмысливая, полученный опыт, как понять, что выбранный вектор наиболее разумен и верен? Он говорит по результатам. Когда ты переходишь на следующий уровень, качество того, что ты делаешь, становится более ценным. И за это качество тебе и будет больше платить, тебя будет больше уважать, тебе будет интереснее, более интереснее этим заниматься. Делать всегда что-то более высокого качества, это еще и интересно в плане душевного, психического развития.